здрасте еще раз но миш тем кстати у нас созрела свекла можно отправлять на уборку и овес соответственно тоже созрел там тоже можно будет мутить уборку классно но погнали тогда поставим на уборку соответственно свекольника отправляем собирать свеклу у него стандартный маршрут тоже все как обычно сделаем у 7 поворотных полос со стартовой точки на поле номер 67 и курс play тоже врубай давай лети собирай там свеклу мана нашего нового из новоиспеченного мана до отправляем сразу же работать с этим комбайном ты у нас будешь работать с комбайном на поле номер 67 и возить все что ты будешь собирать тебе надо будет на овощи 1 выгрузка тоже все стандартно все давай погнал так с не тут и точку подловил друг вообще нету все погнал собирать также можно сразу поставить параллельно собирать рис точнее овес чуть и вот они наши красавчики припаркованы отлично идеально все стало дуй друг на поле номер 13 сейчас туда доедешь что все будет нормально а ты друг тебя работа с комбайном то же самое на поле номер 13 мы начнем тэрэ тэрэ тэ тэ тэн поле поле номер ты вообще 17 надо было начинать но да ладно без разницы и на зерно выгрузка ты все это будешь отвозить все давай друг шуруй овса не сильно много здесь получится хотя есть три поля так что посмотрим да он весь созрел здесь надо будет сказать что может он соломку не отделял а распылял потому что девать нам ее некуда а лишний слой удобрения никому не повредит жалко что с этим пацаном не сработает вот это вот он приехал сам перецепил жатку можно было бы его и на парковку отправлять нормально и с парковки на уборку отправлять так приходится некоторые силы движения делать но увы искусственный интеллект еще до этого не дорос поле номер 13 давай друг три полосы все как обычно с разворотом и выгрузка соломы комбайном нет давай распыляю и запускаем по маршруту погнали собирать овес его здесь будет хотя прилично его здесь будет но до поле не столько сколько пшеницы но все равно в общем то давайте собирать мы же погнали на базу посмотрим что у нас по семенам удобрением извести и так далее что нам надо еще купить а что нам покупать не надо и почему не закрылась эта штука я же отсюда вроде ушел она открыта ну да ладно тут просто она должна так открываться закрывать как подходишь к ней когда уходишь от нее а это он всегда открыто осталось возможно потому что стояла селка и потом она продалась и он думал что он там стоит ладно давайте посмотрим что мы будем сеять и что нам надо купить из семян для этого пойдем на склады ферма склад семян значит пшеницу нам надо будет сеять сейчас большом количестве в принципе она у нас есть но можно один прицеп еще купить не прицеп а уралов мы с помощью урала это будем покупать овес в принципе пока есть канала нам не надо соя купили но еще не сажали поэтому тоже все нормально свеклы можно купить один и я хотел еще посеять морковь но тоже надо будет как минимум один купить лен заканчивается уже тоже риса можно дариса надо будет купить у нас еще чеки появились дополнительно даже этого может не хватить на все хотя не уже два куба закрутил то в любом случае можно это все дело по одному грузовику прикупить соответственно добавляем ему автогруз надо будет прям кучу заданий сделать загрузить из склада во-первых семена моркови на садовом центре один раз это есть далее загрузить семена культура что у нас после моркови идет овес мы купили а риса мы хотели взять на садовом центре один прицеп 20 метров тоже расскажи нам об этом далее семена пшеницы мы хотели взять и все три получается отлично то же самое надо сделать ему на выгрузку выгрузить в склад семена морковки на ферму есть выгрузить склад семена 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 пшеницы один раз тоже есть и что-то было еще семена морковь 6 а рис точно только не загрузиться склада а выгрузить в склад на культура рис один раз тоже есть соответственно ему нужно будет съездить три раза черты топлива заканчивается ну ладно если что перехватим как-нибудь ты поехал ты молодец далее вот этот товарищ он у нас будет заниматься известью посмотрим тоже что у нас осталось по извести извести осталось мало а ее сначала надо купить в садовом чёрт тихо тихо погнали сначала в садовый центр и купим ешь много может и не быть а ее хватает прилично 84 куба мы берем четыре раза скататься этому товарищу и место на это тоже хватит вроде как хотя может и нет но если не хватит тоже не проблема известь нам все равно сейчас понадобится так что этот склад тоже будем освобождать все друг иди сюда все тоже топливо не очень много осталось чем у всех проблемы с топливом так ты едешь на садовый центр удобрения удобрения да и на базе ты семена выгрузка возишь ты друг у нас известь и четыре раза ну и дружище погнал тогда найдешь куда тебе ехать да надеюсь или ты начнешь парковаться куда-то в соседнее место нам это не надо но вроде как куда-то поехал молодец ну что вы там друзья нуждается в разгрузке а это не так нуждается в разгрузке что у нас здесь ты едешь первую проходку только они уже что-то пытаются даже собра этот поехал а он разгрузится все замечательно все прекрасно он разгрузился они работают а у нас он другой товарищ нуждается в разгрузке так ты у нас сеешь тут тоже все хорошо успешно загрузил товар семена тоже молодец у нас на поле номер 13 она сейчас же начнется здесь иногда бывают проблемы особенно на первых к нам первый раз вокруг катается туда мне кажется вообще идеально работала бы сама разгрузка комбайна но давай высыпай выгружай место мало просто сама разгрузка комбайна хорошо бы работала на дорогу водить правда это времени занимало бы скорее всего очень много но что поделать подружиться сама разгрузка я так и не смог правда давно не пытался вроде как это легко все делается но уже пофигу значит друзья чем мы будем все это делать и черты здесь потребуется то не очень круто если честно но ладно значит 6 7 поле предлагаю опять таки оставить свеклу она нам понадобится может быть даже в большом количестве поэтому за 70 свеклу когда уберем поле надо будет потом опять таки двумя чизелями это все дело обработать затем понятно пятое поле здесь предлагаю засеять морковку а на четвертом поле пшеницу она довольно большое посмотрим что к морковку просто на пробу в следующей серии соберем и посмотрим там как пойдет 8 9 поле засеем сои и 10 овсо и сможем нормально запустить рыбный цех кстати у нас уже 8 утра там началась стройка до стройка началась можно будет отсюда забирать контейнеры но это уже друзья все потом все потом сейчас этим заниматься не буду пока что нам это здесь не надо единственно вот этот вот пацан для тебя друг тоже есть работа я забыл кое о чем сказать черт у тебя тоже топлива мало так вот отсюда здесь же мы проложили правильно да здесь мы проложили так что дорогу ты найдешь смотрите что друзья я забыл в начале серии сказать о том что у нас переработался рис точнее он не весь переработался склад забился вот этот белый рис тут на 400 кубов всего склад на приозерском алеваторе он забился там еще осталось у нас россыпи 145 кубов риса и они не могут перерабатываться сейчас поэтому надо освободить склад я думаю что если мы отправим тебя на пять поездок освободить склад а то ты это сделаешь и рис мы повезем на товарные склады которые мы купили рис загрузка вот туда тебе надо и база 2 у нас склад 1 выгрузка давай туда вози туда рис я думаю следующей серии или за кадром может быть на виду порядок расскажу вам об этом а где рис а белый рис нам надо уже очищены точно я его найти не могу съездишь пять раз и точно освободишь место для переработки того что там осталось если внезапно закончится топливо там есть и на 10 раз съездить поэтому развлекайся тебе надолго ну и друзья что еще я хотел сделать нам нужно во первых коровок отвезти поэтому берем вот эту вот прекрасную штуку и везем коровок хотя нет стоять давайте друзья сначала мы возьмем пересыпем немножко со склада заберем семян в нашу посыпалку извести вообще кстати можно отправить ее работать хотя с другой стороны тут у нас только единиц техники сейчас работает что это тоже такое себе нас просто одно поле уже засеялась поэтому че и че и туплю ей давай работой тем более там еще водой надо будет заливать стартовой точки на поле номер 16 все давай есть работы да погнали разберемся что там кому не нравится товарищ что как-то уже очень долго стоит иман не может ним подъехать со свекольником то фиг с ним это стандартная ситуация с этими товарищами то что не так этот опять поехал бы раздеть просторы вселенной причем он уже видимо давно здесь висит есть такие косяки может быть маленький трактор сюда отправим что маленький долго работает может быть сами работать начнем когда-нибудь ладно давай есть также отсюда вот этого товарища мы с работы снимаем и переставляем его на поле номер 7 нет ни 17 поле номер 14 ты сейчас пойдешь у нас сеять соседнее поле тоже будет с рисом от меня почему-то получается здесь перепрыгнуть хотя вот автодрайва не очень не пытается давай друг со стартовой точки есть сей и также надо кстати открыть воду а то рис исчезнет а или это это для смывки для снятия до для уборки воды для сгона блин не знаю как правильно сказать так урал бортовой успешно выгрузил товар семена молодец также кстати говоря друзья есть смысл поставить еще одну силку в работу сажалку нашу вот эту потому что она умеет сеять бобы и она умеет сеять морковь а морковь у нас уже нам привезли и автогруз тебе тоже сразу же ставим во первых в секцию 2 загрузить из склада товар удобрения из фермы склад это есть всегда загружает туда а также загружаем семена в данном случае морковь загружаем с фермы тоже бесконечное количество раз а также выгружаем склад морковь выгрузить склад семена моркови и все дальше мы будем только менять на другие семена если будем сеять что-то другое в общем-то про эту систему я свою уже рассказывал ах да надо же поставить еще здесь база семена загрузка ну и на поле тогда ты поедешь сразу же тебе поставим поле 45 морковь мы в качестве теста на пятое поле сейчас посеем или посадим морковку да сажают с разворотом все по стандарту стандартные маршруты со стартовой точки или разгрузки наполнения парковки но давай друг да у меня что-то уже честно говоря начинает фпс проседать такого количества наймитов юшкин код ну ладно более менее играбельно некоторые скоро закончат хотя нагружать таким количеством работников тоже такое себе на самом деле ладно поехали запустим нашу убивалку для коров точнее скотобойню здрасте но ты вообще друг неправильно поступил травка да слева вот покошена уже все прекрасно надо бы кстати закрыть ворота сейчас приедем туда успешно загрузил удобрения про семена успешно загрузил он мне не написал и семена он не загрузил а вопрос почему и удобрений мало черта еще и удобрения закончились нет удобрения он загрузил тысяч вот потому что здесь стоит 1700 загружай полностью удобрение должно хватать сейчас зато посмотрим склады ферма удобрения до удобрений прям много на время не все хорошо неужели ты еще не съездил за морковку рал бортовой где ты что-то я ему забыл прописать в автогруз видимо загрузить склада ферма черт семена пшеницы выгрузить семена риса черт что ты купил а что то не купил семена 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 морковь есть почему он не загрузил непонятно пшеницу он не купил рис он купил выгрузить почему здесь рис стоит непонятно но ладно меняем на пшеницу и здесь загрузить склады пшеницы из садового центра и он сейчас не попадает в триггер но мы сейчас вот так вот сделаем вот и он попал хитро хитро так на морковь он купил вопрос почему он не хочет ее мне здесь загружать автогруз загрузить из склада семена морковь 1600 радиус поиска но подавать 30 метров те поставим давай сделаем дубль 2 попробую еще раз а я знаю почему потому что семена стоят 4 сорта новая сейл к надо на первый сорт переключиться про это забываю все время все отлично вроде как должно работать боже как много всего как много всякие работы уборочную пассивная в самом разгаре когда еще уборочная пойдет туда когда все поля надо будет убирать тогда еще весело будет три комбайна сразу зарядим но это ладно так друзья я хотел вдруг вот что с тобой не так вот чё ты вечно вот такой вот непонятный какой-то херней занимаешься непонятно куда ездит разворачиваться какими-то дикими радиусами я с тобой потом проведу воспитательную беседу есть так будешь себя вести но ладно я хотел вернуться вот к этому товарищу нам надо забрать старых коровок и отвезти их на переработку в гамбургеры а вот они старые и они в одном корпусе все находятся 400 штук все в сто или нет места не помню по моему 50 с копейками штук возможно перевести в этом прицепе за раз но нам тут недалеко ездить поэтому это не особо большая проблема везем прям просто наш называется через забор вообще хорошо коровам жить зная где находится их рай наверно не знаю так на забой продажу перемещаем и все выгрузить тоже все равно не удается а сколько штук мы выгрузили сколько там вместимость скотобойня 40 штук тут вместимость включаем ее но в общем то потихоньку буду ее сюда возить так урал поехал на азс неизвестно куда он потом на парковку или где он находится он находится на базе он там выгрузился соответственно скорее всего поедет на парковку нет он поедет скорее всего не на парковку а потом еще раз за этими самыми знаешь что друг мы тебя сейчас сами припаркуем и следующий раз мы тебе дадим задание ты поедешь сначала на заправку мне кажется это будет правильное решение я же прав и конечно я прав а где-то у нас каком месте ты живешь хрен его знает но поставим тебя тогда вот сюда вот стой здесь короче как-нибудь ты нам еще пригодишься в общем то друзья пока что все работает когда закончится уборка мы с вами еще встретимся для подведения итогов а вот и нет друзья отставить нам еще нужно засеять теплицы а также я собирался на этом самом урале отвезти на птицеферму купить яйца и отвезти их туда поэтому поехали кузнецову они вроде где-то здесь должны исполниться так чтобы они просто сразу залетали мы посмотрим сейчас не сушки да сразу же залетают берем 10 штук все больше не надо и везем их на птицеферму выгружаем прямо здесь с правой стороны вот так вот стынь этого товарища можно сразу же отправить на садовый центр садовый центр рассада давай ей туда мы же пока возьмем один поддончик с этими самыми яйцами я сказал мы возьмем один поддончик с этими самыми яйцами и закидываем в инкубатор через 12 часов они вылупятся и 8 часов вечера я закину еще один поддон туда далее погнали в садовый центр будем обгонять наш урал вообще пока я тут разгребался совсем урал успел приехать в общем-то 95 процентов все нормально помочь 2 или 3 урожая но ладно в любом случае увижу что 4 урожай поеду сразу за грунтом не проблема где-то паровозики да точно паровой ладно что я друзья хотел сделать застрял позже комбайн как ты меня бесишь почему-то сегодня у них вообще не идет уборка вот что зачем ты это вот зачем ты сюда стала друг вот что с тобой сегодня не так вот реально обычно нормально работает иногда какой-нибудь косячок всплывает но в целом нормально сегодня не китающие дурные как будто не понимаю что они на рисовых чеках собирают овес и молнии по фэн-шую это ладно это не проблема короче ладно я щас к ним вернусь давайте разберемся вот с этим вот товарищем в частности друзья давайте вот попробуем еще раз рассчитать а клубники у нас много 700 кубов не производство соколе не производство джема меня интересует конечно же и джем из клубники клубничный джем опять таки 600 кубов мы собираемся сделать 360 кубов клубники для этого надо у нас клубники в избытке с другой стороны как бы у нас там всего хватает огурцов мало давайте вот огурцов возьмем томаты баклажан давайте ладно возьмем томаты баклажаны огурцы ну и клубнику по старинке общем два таких два таких два таких и один клубничный и сегодня засеем именно вот это вот комбинация там дальше будем смотреть я сейчас призадумался куда же клубнику точнее морковь выгружать то скорее всего там где компост принимается оттуда подхватиться морковка там но с этим потом еще разберемся они так нет так в т.к. вот такого т.к. а теплицы до теплицы в т.к. посадка погнал вот на этом друзья тогда мы пока что прервемся и в конце уборки подведем еще итоги я тут подходил прилетел срочный груз и снабжение снабжение рыба замороженная но этого выполнить сейчас никак не можем рыбхоз настолько только появился срочный груз овес на мельницу 12 кубов принципе ты можно овса у нас хватает и сейчас его даже немножко с излишком есть поэтому время выполнения 9 минут мы это все дело принимаем и погнали на базу в принципе пас на самом деле уже можно итоги подводить час отправлю чувака отвести этот самый овес на мельницу а вот этого погнали загрузим 12 кубов как бы она на самом деле то деньги нам эти не нужны совса рейтинг там по сути дело тоже не нужен да знаете почему бы и нет отчет хочется так стой здесь овес 12 кубов загружаемся и в автодрайве тебе ставим поехать выгрузиться на мельницу мельница этот этот мельница выгрузка все давай ети и потом он вернется на стоянку с этим в общем то проблем не будет так что у нас там происходит на рисовых чеках видимо посев закончился еще одного поля что-то я тут навертел с автодрайвом не может выехать с поля с 12 возможно от выше потом переделать но сейчас впадлу хотя с другой стороны вот эта вот штука сейчас как раз таки и на 12 поле ты и поедет работать так прервать маршрут генерация маршрута поле номер 12 вот отсюда то есть попасть на поле он может а спали выехать он почему-то боится возможно много лишних стрелочек и там нарисовал но ладно уже так с тебе отправляем сначала на базу и это на парковку потом тебе тоже надо будет ехать потому что известью другие полям поспать не будет точнее будем но уже после посева как свеклу посеем на 6 7 вот этот товарищ на закончил здесь посев его мы отсюда тоже снимаем и переставляем на соседнее поле и мы здесь хватит и удобрений и семян со стартовой точки разгрузки наполнения и только поле это у нас поле номер 13 запускаем по маршруту давай иди сей кстати знаете что еще случилось из случайных событий выставили на продажу молочный завод типа по скидке и типа все хорошо на нам чуть-чуть все равно на него не хватает это раз во вторых его брать нет смысла я посмотрел он производит продукты сгущенку и йогурт по сути дела у нас не так много молока на все это дело и стоит она там не сильно много поэтому смысла нет здесь у нас тоже заканчивается уже кстати все отлично да и поле с морковкой мы уже посеяли полностью там отдыхает пока в общем друзья давайте итоги какие-нибудь подведем минимальная пока он на заднем плане едет паровозик а склады 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 что мы собрали значится по овсу по 40 одному кубу с поля получилось то есть 3 сейчас собирается 12 кубов мы увезли все понятно и того будет 110 кубов у нас после того как уберется весь овес для нашего рыбного корма нам нужна соя пшеница овес и жмых в принципе у нас всего в достатке кроме сои 46 кубов 201 литров у нас есть свеклы собралась 800 с копейками кубов еще 40 сейчас привезут сюда эти цифры мы сейчас запомним погнали в наши заводы начнем скотобойник кстати уже почти завершила свою работу 10 коровок там всего осталось и это почти 400 кубов мяса я думаю что как-нибудь мы не знают или пельменей на делаем то ли плова какого может быть потому что мясо у нас прям стало много и это прикольно но ладно так цех рыбного корма у нас есть 46 кубов сои в общем то примерно плюс-минус вот это количество 180 кубов рыбного корма мы произведем в общем то можно это дело запускать довольно быстро делается заказ на срочную поставку товара овес выполнен 16000 мы за это получили отлично так вот рыбный корм у нас в общем то делается ну и завтра утром у нас будет принципе только после обеда у нас достроится рыбный цех поэтому за рыбой вам поедем после обеда завтра к тому времени мы соберем еще сои еще овса то есть рыбного корма пока что в достатке с этим понятно далее завод соков и джем давайте посмотрим сколько нам точно нужно сахара на 600 кубов джема 240 кубов и давайте посмотрим так комбикормовый цех что у нас тут случилось ресурса мало необходимо выполнить то выполняем то не проблема хотя и комплектующий скоро придется ввести туда черт я уже про это совсем забыл сахарный завод до меня интересовал нам нужно 240 кубов сахара и для этого нужно 200 960 кубов свеклы у нас только не насобиралась наверное я думаю тогда самым правильным решением будет отвести всю свеклу туда у нас те ребята кстати уже закончили так что давай ей туда разгружайся чуть-чуть не хватило нам на партию джема другой стороны мы опять таки здесь свеклу будем сажать поэтому не сегодня так завтра но мы поставим это производство может быть знаете что имеет смысл раз заводы пока стоят поехать и контейнеры освободились поехать прокачать линии еще но если я это буду делать то сделаю законом потому что на самом деле я уже хочу очень хочу пойти спать так этого пацана грузим паркуем сюда сейчас ждем когда вы грузится свекла чтобы точно понимать количество которое у нас есть можно калькулятор взять и посчитать лень даже за ним тянуться нас пшеница и сои по сути дела тратится больше всего на производство рыбного корма овса не очень много то есть надо будет делать упор именно на эти две культуры в первую очередь жмыха тоже не очень много тратится на жмыха у нас из-за сахара из короче жмыха у нас много жмых для нас не проблема давайте сразу же меню завода можно открыть хотя калькулятор другом окнешь открывается он же себе жка вернулась со своей работы сахарный завод давить она в другом окне открывается так 859 кубов у нас получился но условно 860 100 кубов не хватает 215 кубов сахара мы получим с этого всего дела а если у нас будет 215 кубов то это 512 кубов джема принципе можно зарядить по факту ладно я еще ребята за кадром об этом подумаю перед следующей серии завтра на свежую голову пока буду посевной заниматься что нибудь посчитаю прикину может быть отвезу здесь тоже известь нужно ну да может быть друзья отвезу комплектующие прокачаю еще вот эти вот линии завода соков и джимов деньги тоже есть все нормально прокачаю линии что все было красиво у нас известью все посыпается воду я уже открыл после посева здесь у нас сеется там у нас убирается все хорошо в общем то а у меня еще видимо заглючил курс play автодрайв потому что в инспекторе я вижу всего две единицы техники ну да много единиц техники загружать ставить это плохая идея в общем то ни для кого не секрет ладно ребят я на этом тогда с вами прощаюсь не забывайте про лайкусики комментарии если на канал не подписаны то подписывайтесь спонсором огромное спасибо за поддержку и все в общем то огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем покаки